Половина льготников области, имеющих право на компенсацию ЖКУ, пока своим правом не воспользовались. В причинах сложившейся ситуации разбирались участники семинара, который прошел в Кировском районе Самары. О правовых тонкостях вопроса подробнее в нашем материале. В актовом зале Центра детского творчества люди, для которых социальная помощь от государства, вопрос чуть ли не жизни и смерти. 80% льготников из Кировского района ущтены в базе данных, которая должна послужить основой для начисления компенсаций за оплату коммунальных услуг. Но пока большинство имеющих на это право жителей района компенсации не получили. На правовой семинар, организованный Губернской думой, люди пришли готовыми отстаивать свои права, как говорится, до последнего. Конечно, очень беспокоятся, потому что пенсия очень маленькая. А вычеты очень большие, конечно. Для народа, даже для меня. Это очень тяжело. Новый закон о замене единовременной денежной выплаты компенсацией прав льготников не нарушает, заверили самарцев участники правового семинара. Но, согласно новым правилам, должна иметь место фактическая оплата коммунальных услуг. И уже потом, исходя из реальных затрат, льготникам будет рассчитываться компенсация. Льготы не отменяются, еще раз хочу подчеркнуть. А здесь просто-напросто будет реализовываться принцип справедливости. То есть оплатил – получи, оплатил – получи. А так просто государственные средства не могут размазываться и не могут, так сказать, выбрасываться на ветер. В Самарской области право на компенсацию за жилищно-коммунальные услуги имеют более 500 тысяч человек. Но проблема в том, что социальные службы должны получать информацию об оплате льготникам услуг от ресурсников, управляющих компанией и ТСЖ. А этот информационный обмен пока дает сбои. В профильном министерстве, в свою очередь, заверили. Делают все от них зависящее для решения вопроса. Все, что связано с жильем, на сегодняшний день является важной составляющей. Вот помните, здоровье, когда нам говорили, было бы здоровье, остальное там купим. Проблемы ЖКХ очень важны. Нет практически ни одной семьи, которая сегодня не сталкивается с разными проблемами. Данные об оплате коммунальных услуг должны предоставлять полторы тысячи организаций. Соглашения по обмену информацией со многими из них заключены. Но по состоянию на 17 января этого года социальные службы получили данные об оплате коммуналки только на 2600 с небольшим льготников. Организаторы правового семинара в Кировском районе заверили горожан, что вопрос компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг взят на особый контроль и исполнительной, и законодательной властью. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев, Новости губерния.